Всерьез внимание на сегодняшнего народного депутата от блока Петра Порошенко Алексея Гончаренко я обратил 2 мая. 2 мая он позировал на фоне там сжигаемого дома профсоюзов, фоткал трупы. А вот он по телефону сообщает о победе, а зал аплодирует. Вот так вот аплодисментами люди приветствуют сожжение своих соотечественников. Ну да ладно. Алексей Гончаренко любит позировать на фоне людей с оружием, он там якобы посещает зону АТО, но он ее посещает, фоткается и уезжает. Фотографии выкладывает. Я ночевал вместе с морпехами там в блиндаже. Гончаренко всерьез, неподдельно поражается людям, которые сражаются там в зоне АТО. И он несколько раз даже делал такие высказывания, мол поражен я, ну удивлен безмерно. Я совершенно поражен тем духом, который сегодня там царит. Ребята не просто там ничего не боятся, они не просто уверены в себе, они понимают, что они выполняют какой-то священный долг каждого мужчины. Священный долг каждого мужчины. А вот здесь вот он посещает раненых, которых уже привезли из зоны АТО. И он тоже искренне удивлен вообще их мужеству. Этот дух, этот характер, который у них есть, у них одно желание быстрее восстановиться и назад. И это невероятно. И это на самом деле ему кажется невероятным. Он не хитрит, не лукавит. На самом деле Алексею Гончаренко это кажется просто невероятным. Почему? Потому что пока вы духовитые там гибнете, пока вас там закрывают в котлы, пока вас накрывают градом, пока вас по кускам привозят домой, мой деловой партнер-американец увидел Алексея Гончаренко садящимся на круизный лайнер. Дело в том, что Алексей Гончаренко вот уже как около двух недель бороздит Карибский бассейн. Видео. Еще один маленький последний штрих. Такого рода путешествия недешевые. Ну, мягко говоря, недешевые. А Алексей Гончаренко это тот самый депутат, который в числе многих попросил себе компенсацию за аренду жилья в Киеве. Бедолага. Поверьте мне, даже загорая у бассейна на лайнере и попивая мохито, он все равно думает о вас, бойцы АТО.